Доброе утро! Сегодня у меня сюжет-эксперимент. Это блюдо я готовлю впервые и не знаю, какой получится результат. Я даже не знаю, получится ли из этого сюжет, но если все пойдет по плану, то на вашем новогоднем столе может появиться просто великолепное праздничное блюдо. Времени на его приготовление уйдет много, а вот усилий почти не понадобится. Я думаю, хватит создавать интригу и пора сказать, что это будет вяленое мясо. 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 Для блюда нам понадобится килограмм телятины без жира, соль, сахар, черный перец, сушеные ягоды можжевельника и молотый кофе. Кроме этого понадобится лавровый лист. У меня лавровый лист черногорский, он обладает мягким и деликатным ароматом. Если вы будете покупать его в наших магазинах, скорее всего он окажется египетским. Он более резкий на вкус, поэтому, возможно, его стоит положить меньше. Все специи нужно сложить в ступку и измельчить. Аромат при этом стоит сумасшедший. После того, как специи измельчены, нужно обсыпать ими мясо со всех сторон. Кусок мяса нужно переложить в контейнер. Размер контейнера должен максимально соответствовать куску мяса, чтобы оставался минимум свободного места. Все это нужно завернуть в пищевую пленку и поставить под гнет в холодильник. Прошло два дня с того момента, как мы поставили мясо в холодильник. Сегодня мы должны его открыть. Сок, который образовался из мяса, слить. Он нам не нужен. Кусок мяса перевернуть. Вновь замотать пленкой и вернуть его в холодильник. Так мы сделаем еще четыре раза. И вновь хочется сказать доброе утро. Хотя в масштабах сюжета прошли считанные секунды, на самом деле идет уже вторая неделя нашего эксперимента. Сегодня мы заканчиваем мясо ферментировать и начнем его сушить. Для этого кусок нужно подвесить в холодильнике. А если размеры вашего холодильника, так же как и моего, не позволяют кусок мяса повесить, то можно положить его на решетку. Я соорудил вот такую решетку из шпажек и ниток. Кусок мяса мы вынимаем из формы и кладем поверх решетки. В таком виде наш кусок должен провести в холодильнике еще от одной до трех недель. Ну и по традиции каждые два дня кусок мы будем переворачивать. Прошло еще полторы недели. Это третья неделя эксперимента. Самое время пробовать и подводить итоги. Это очень, очень и очень вкусно. Я настоятельно советую вам приготовить это блюдо к нам уходим столу. Вы еще успеете. Удачи вам и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok